Зигмундс Скуинш. Кайлумс. Нагота. Авторизованный перевод с латышского Сергея Цыпаковского. Читает Евгений Бразуль-Прыжковский. Глава седьмая. С просеки на шоссе громыхая выехала под воду. Воснившийся, раскормленный конь шутя тянул воз срубленных под корень молодых березок. Возниться был плечистый мужик в белой рубахе, низко сдвинутый на лоб соломенной шляпе, из прорех которой торчали клочья седых волос. — Добрый день, хозяин! — День добрый, день добрый! — Пррррр! — Врандову? — Куда же еще? — А сколько километров отсюда до города? — Пешком-то все семь наберутся. — А если ехать? — А если ехать, само собой, ближе. — Садитесь! Возниться подождал, пока он залезет, дернул возже. — Но, Ансис, но! — Ансис, разгоняя оводов, резво помахивал хвостом. Аромат вянущих березок мешался стерпким, щекочущим ноздри с запахом лошадиного пота. Возниться, позабыв о седоке, бубнил про себя однообразный мотивчик, докивал ему Влад головой. Он все глубже погружался в душистую, нежную зелень березок, а над головой распростерлось небо. В ослепительной синеве плыло единственное облачко, словно след от разорвавшейся шарапнели. В палатке отец обычно устилал ветвями, ельником, лозняком. Сверху накладывал пахучего папоротника. Спать на нем было приятно. Однажды он проснулся среди ночи и обнаружил, что в палатке один. Это было даже не страх. Просто он привык, что отец всегда рядом. И вдруг один, ночью, во тьме, в глухом лесу, даже не верилось. Он затаил дыхание, пытался уловить отцовские шаги. За тонкими стенами томительно выл ветер. Он кричал. На крик никто не отзывался. В тот день, когда он получил известие о смерти отца, первое, что пришло в голову – та далекая ночь в лесу. Теперь он действительно один. С матери у него было мало общего. Мать всегда жила своей обособленной жизнью, которой он не знал, не понимал. Когда отец уезжал в командировки, его обычно увозили к тетке в Ильгу-Циэмс. Вернувшись, отец спрашивал, «Ну как, соскучился? Хочешь к маме?» «К тебе хочу», – отвечал он. Временами у матери просыпалось желание любить его, воспитывать, но, слава богу, длилось оно недолго. Полгода спустя, после смерти отца, мать во второй раз вышла замуж. «Один. Совсем один. Отвратительное чувство». К другим приезжали гости. Другие получали посылки, газеты, письма. А его лишь учительница, пенсионерка Аугсная, поздравляла с праздником. Да мать иногда пришлет открытку. «Привет из Пятигорска. Смотри, какое солнце у подножия Эльбруса. Послушай, а почему тебя так долго не пускают домой? В соседнем доме один солдат вернулся весной». Он не был до конца чистосердечен, когда переписку с Марикой называл всего-навсего игрой. Для него эти письма много значили. Зачем хитрить самим собой? Или он теперь стыдился своей опрометчивой откровенности? Конечно, до вчерашнего дня он свято верил, что на его откровенность отвечают тем же. Письма Марике казались ему такими непритворными, правдивыми. Фотографии тут, в общем, ни при чем. Он продолжал бы писать, а, кажется, она и не столь красива. Все дело в том, что письма Марике дышали какой-то особенной теплотой, задушевностью. Вот что с самого начала настроило, в общем-то, на непривычную для него откровенность. Он был один в палатке ночью, в глухом лесу. И вдруг выясняется, что где-то есть другая палатка, в ней девушка. Она тоже проснулась и обнаружила, что одна. И это казалось естественным, что они с полуслова поняли друг друга и ничего не скрывали. Человеку нужно с кем-то быть до конца откровенным. И вот его обманули. Точно католик. Он исповедовался в разгороженной исповедальне, даже не зная, кому. И все же ни одно письмо не оставалось без ответа. Неужели возможно подделать восторг, печаль, радость, надежды и вообще какого черта? Скуки ради? Из любопытства? Для потехи? Жаль, что слова не пометишь водяными знаками, какими отмечены ассигнации. Что говорить, он плохо разбирается в женщинах. Это его минус. Но, Ансис, но! Видно, он у вас не первой молодости. Лошадки в наше время стали редкостью. Колхозники и те теперь разъезжают в машинах. Зато лошадь не дымит и воздуха не травит. Напротив то, что остается после лошади чистая польза плодородию. И, скажем, упал я с телеги, ну и что? А попробуй на ходу свалить с машины. Вижу, не нравятся вам машины. Нынче без машин не обойтись. А не нравятся мне, когда лошадей обижают. Ну, Ансис, но! Вы из колхоза? Из лесхоза. А далеко едете? На Вазар, наверное? Нет. В парке при стадионе вечером гулянье. А, нарубили березок. То-то и оно. А в деревне нарубят и в город. С людьми то же самое. Ну, не наркани же их туда тащат. Ну, зачем же сразу наркани? Сами себя под корень рубят. На легкую жизнь, позарившись. Лезут и лезут в эту кучу малу. А спроси, на кой хрен? Потом сами удивляются. И дети у них как следует не родятся. И вода им невкусная. Срубили березку. И что ж, расти она будет, если в землю воткнешь. Ну, Ансис, ну! Да, не нравится вам город. Березки порубленные мне не нравятся. А по-вашему, где человек родился, там и помирать должен? Насчет того, чтобы помирать, тут рассуждать особо не приходится. А вот о том, как жизнь прожить, крепко стоит поразмыслить. Жить значит глядеть вперед. Вы знаете, кто останется в деревне, в моем доме, когда помру? Нет, не знаю. Ну вот, и я тоже не знаю. Должно быть кто-то из семьи? Семьи. Старик едко усмехнулся. Где эта семья? Там ли, где мы со старухой свой век доживаем? Или в городе, в общежитии, где дочери? Или в море, на корабле, где сын плавает? Да. Но люди всюду нужны. Но, Ансис! Срубленные березки скоро вянут. Но! Ансис затрусил рысцой. Откуда-то ветер нагнал пушистые белые тучки. По одну сторону дороги тянулась лесная опушка, по другую колосились хлеба. Временами под воду обгоняли машины. В вышине, распластав крылья, кружил ястреб. Мимолетная близость с Витой ничего не объясняла. Пожалуй, только запутывала. Это была идея Роланда. Устроить на даче прощальный вечер новобранцев. Роланд и привел тогда Виту. Потом они из-за чего-то поругались. Роланд ночью уехал, а Вита осталась. Это такая тумба с мужскими плечами, шершавыми коленками. Когда прикасался к ним, они казались ему двумя большими апельсинами. Она лежала на диване. В одной руке бокал с вином, а в другой дымящиеся сигареты. И как-то вызывающе смеялась. Ах ты мой оловянный солдатик! Доблестный мой воин! Не зная, как ему быть, он потушил свет и полез целоваться. У нее были слюнявые губы на светлевшем лице, они выглядели ядовито черными. На ней было шерстяное платье, сквозь плотную материю его обдавало потным теплом. И ему было жарко, но почему-то знобило. — Ладно, — сказала Вита, — нечего валяться в одежде, покажи, где у вас туалет. Она долго не возвращалась. В замирающем сердце он прислушивался, как плескалась вода, извиняли ведра. Оставшись один, он старательно причесался, посмотрел в зеркало на свои зубы. Она вернулась посвежевшая, румяная, держа в руках выстиранные штанишки. Он очень боялся и был уверен, что страшно опозорится, несмотря на весь свой старательно и долго собираемый теоретический багаж, куда входили премудрости Соломоновой песни песней, а также советы из популярных трактатов Фореля и Вандервельда. Как ни странно, он, жалкий, растерянный юнец, успех имел совершенно неожиданный. На деле это оказалось куда проще всяких теорий. Проще и в то же время сложнее. То, чего он добился, никак не могло быть пределом желаний. Неземное блаженство, как обнаружилось, попахивает потом. И хотя на миг ему почудилось, что оно объемлет с собой весь мир, его чары, однако, заключались в весьма прозаическом ритуале, который, по неопытности или от излишнего волнения, ему скорее показался утомительным, чем прекрасным. Под утро, когда он начинал уже подремывать, и вида сказала, «Ты хоть не смеешься надо мной в душе? Я которая по счету в твоей коллекции? Девятая? Десятая?» И вдруг почему-то расплакалась. Ему было жаль витву. Он себя чувствовал виноватым, и в то же время как будто его одарили. Он ласково обнял ее за плечи и про себя подумал, «Ты чудесная девушка. Никого нет лучше тебя. С какой стати я стану над тобой смеяться?» А вслух потрунивал над вид и похвалялся победами, болтал чепуху и скорее бы голову отдал на отсечение, чем признался, что Бита у него была первой. Он мучил ее, огорчал не по злобе и страха, только бы она не проведала правды. «Похоже, к вечеру дождь собирается». «Ой, Ли! Ведру долго стоять. А жара-то какая? Зима будет морозная». «Вы считаете, зима и лето тесно связаны?» «Все между собой связано. Как же иначе?» «Может, это только кажется?» «Видели вы лошадь о трех ногах?» «Нет, не видел». «Я тоже». «Ну, ансис, но!» Въехали в город. Из открытых окон неслась музыка, плыли аппетитные запахи. Палатка с мороженым со всех сторон была заварена ворохами пустых стаканчиков. Мартинж, должно быть, успел распродать весь квас. На привокзальной площади одиноко стояла бочка. Навстречу лющемуся зной из земли подымался жар раскаленных мостовых и стен. А в остальном все по-прежнему. Празднично одетые люди без видимой цели бродили по улицам, проносились легковые машины, мотоциклы. Внезапно взгляд его замер, словно подстреленный на лету. У булочной стояла Камита Канцены. А рядом с ней старуха из дома номер восемь по улице Прежу. Камита взглянула на часы, что-то сказала, женщина кивнула, и они разошлись в разные стороны. Все произошло настолько быстро, он даже не успел выбраться из вороха ветвей. Первой мыслью было спрятаться, сделать вид, что он ничего не видел, потом захотелось проследить, что будет дальше, но пока он раздумывал, повозка свернула в проулок. Бежать за Камитой не имело смысла, она сама ему назначила свидание в семь часов вечера у Гауи возле спасательной станции. Последний выкрик цауны из-за лодки «Спросите вечером у Камиты, она расскажет!» теперь обретал иное звучание. А что, если Камита не придет? Приглашение могло быть преднамеренной шуткой, чтобы еще больше его дурачить. Шел третий час. Чего кипятиться? Есть время подумать, все сбесить. Мысль это немного его успокоила, но он уже знал, что пойдет, и в глубине души это подхлестывало, вселяло надежды и решимость, однако он был доволен, что это пока что еще где-то в отдалении. «Ну, мне направо», сказал возница, «а вам, наверное, лучше тут сойти». «Да, спасибо, что подвезли». «Гостиница рядом». Откуда старику было знать, что ему нужна гостиница? «Эх, Ансис, Ансис, худой товар мы с тобой привезли, березки-то наши помялись, поникли». Напрасно я на них разлегся, так-то смотреть на них станет. Не для того идут на гуляния, чтобы березки разглядывать». «Музыка» 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 «Музыка»» «Музыка» «Музыка»